нет я бы взял и но что мы чё чана только не себя так говорят что не возьму тебя никогда да вот она хоть как говорит и чурлиниска нет на дороге чем назад не возьму горит на а сейчас вот это да, 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 вот это весь смысл, да, 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 вот это весь смысл, да, 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 принял меня. Я не волнуют, меня виден, только да, ладно, пустила. Всем участникам поили горячий чай, я этот мир не придумал, смотри, если тебя, я говорю, да, да, то есть, понимаете, да. Ну, количество. Никакой чая не помог бы тем, кто решил выйти из дома прошлой ночью. Синоптики зафиксировали минус 38, был побед температурный рекорд в 30-летней давности. Немногим лучше будут и оставшиеся рабочие дни на этой неделе, заявили метеорологи. К выходным в республике потеплеет, ночью будет не ниже минус 18, днем не холоднее минус 10. На этом февральские морозы закончатся, но начнутся мартовские. Синоптики уже дают предварительный прогноз на очередную волну холода. Татьяна Добрычева, Олег Робчев, Вести, Удмуртия. Ну, а в ГИБДД сегодня заявили, последние дни на дорогах Удмуртия обошлись без серьезных аварий. Хотя помогать водителям, ставшим на трассах, инспекторам все равно пришлось. А вот у наших соседей все было гораздо сложнее. В Башкортостане сильный ветер и слабая видимость стали причиной крупной аварии. Одновременно пострадали 39 машин. Они столкнулись на трассе Уфа-Оренбург. Десять человек получили травмы, в том числе двое детей. А вот железнодорожники накануне разбирались с происшествием на перегоне Бесчинца. Там загорелась одна из секций локомотива грузового поезда. Он приводил гистерлят газового конденсата. Для тушения огня пришлось использовать спецсоставы со станции Болезино и Верещагина. Пострадавших нет, угроза экологической безопасности тоже сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Но несколько пассажирских поездов все-таки задержались в пути. Тема коронавируса сегодня вышла из рейтинга самых популярных вопросов жителей Удмуртия. Об этом сообщили в Центре управления регионом. Обращение людей фиксировала новая государственная система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которая отслеживает запросы в социальных сетях. Как оказалось, больше всего граждан волнуют вопросы образования. Жители интересуются строительством школы на Берша и переводом питания в детсадах на аутсорсинг. В топе вопросы соцотслуживания и господдержки. А еще дороги. Благоустройство дворов и общественных пространств – еще одна тема для обсуждения с жителями Удмуртия. Но ответы здесь уже есть. Территории, которые ждет обновления в этом сезоне, сегодня известны. Какие объекты попали в список, расскажет Анжелика Ташмахаметова. Чем больше скверов, тем город наш будет краше. И это мнение не только директора 9-й школы искусств. Ижевская педагоги, воспитанники и их родители давно мечтали о преображении заброшенной площадки. Теперь здесь должны появиться газоны, клумбы, скамейки, уличные фонари и не только. Нам очень понравилась открытая сцена, которая планируется, строительство, которое планируется. И, конечно, в общем-то, мы рассматриваем ее как будущей площадкой для выступления наших творческих коллективов. Открытая сцена и для этих музыкантов репетировать можно будет на улице рядом с пешеходной зоной. И для юных художников их работы начнут размещать на уличных стендах. Они тоже в проекте благоустройства. Мечты, кстати, в этом году вполне могут стать реальностью. Сквер школьный уже в титуле. Средств федерального бюджета для города Ижевска выделены 180,8 миллиона рублей. Данные деньги будут пущены на строительство и ремонт 18 дворовых объектов и 4 общественных пространств. Спецкий скверс о речном Ленинском районе в Октябрьском территорию дворца детско-юношеского творчества. Площадки, нуждающиеся в обновлении, выбирали сами жители. Голосовали они и за дворы многоэтажек. Среди победителей дом на улице Тимирязева. Изменения здесь ждут не одно десятилетие. С момента, как мы начали здесь жить уже с 83-го года, практически не было ремонта на нашей придомовой территории. Дорога с ямами. Зимой вообще невозможно ездить. С детьми негде гулять. Все тут жители качели есть, но они современным требованиям давно не отвечают. Ждать перемен осталось недолго, заверили в городском управлении благоустройства. Контракты с подрядчиками подписаны. Работы начнутся после 15 апреля. Сдать объекты должны в сентябре. Ажик Тешмухамедова, Олег Кропачев, Вести, Удмуртия. И как раз сегодня в России стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта по созданию единой онлайн-платформы по голосованию за объекты благоустройства на 2021 год. Активистом может стать любой житель страны старше 18 лет. Обязательное условие – умение работать с планшетом. Волонтеры будут выходить в МФЦ, торговые центры и другие общественные места, рассказывать о всех площадках, помогут зарегистрироваться на онлайн-платформе и проголосовать за ту или иную территорию. Заявки ждут в молодежном центре региона. Сегодня в России вновь начала работу школы фермеров. Это уже второй поток масштабной образовательной программы. В этом году в федеральном проекте участвуют 15 регионов, в том числе и Удмуртия. Кто сегодня за партами и какая программа подготовлена для слушателей, узнала Ирина Кропачева. Старт в режиме телемоста. В регионах страны начинает работу школы фермеров. В Удмуртии за партой сели 20 человек. Те, кто намерен развивать самое востребованное в регионе направление. Морская республика в данном случае будет реализовывать программу по двум направлениям. Мы ремеслыми сродили и мясное сроков. А, то есть я маленький? Я понял. Я как маленький. Маленькие дети, они тоже что-то записывают постоянно. Я понял. Вот это, наверное, проблема, да? Или я пошлю земляной, наверное? Ну да, да. Нет, смотри. Вот на тебя смотрит камера, которая может... Вот это, это, которая вот прям вот этот момент, да? Это может увидеть и услышать много-много людей. Ну или хотя бы несколько даже, кто угодно. То есть как бы понимает. То есть вся твоя жизнь как бы гипотетически. Это не важно уже, да. И мало того, что иди, ты можешь... Вот пройдет неделя, и ты можешь смотреть назад, и посмотреть, что неделю назад какие-то... То есть... Он понимает. И кто угодно может это сделать. Ну, типа... Ну, понятно, что... Ну, это не важно. Типа того, да. Ну, ты знаешь, как, прикинь... Ты расскажи в 18 веке про это дело, да? Например. Ну, к примеру, я тебе просто так шутка уже была. Нет, не в этом дело. Ну, и... Да, долго просто... Ну, то есть как бы ты не понимаешь просто... Клантовая теория относительности, наверное, да. А потом ты умеешь даже на войнах у меня. Это долго просто. В самом деле здесь очень много здесь моментов. Но самый тупой, это вызов, то есть кто я такой. Да. Мне надо как-то узнать эту жизнь. Этот мир меня брезгует, он небезосновательный как-то. Это его проблемы как бы, да? То есть людей, да? Ну, не знаю. Раньше я такой же был, но у меня не брезг говорит. Ну, или меньше брезг говорит. Ну, я не до санта. На самом деле, что я делал в том, что я не профессионал. Вот это только реальная тема для дворок. Понимаешь, ну, вот дворник у тебя грязный, ну, и что такое дело? Да. Ну, то он главное делает, чтобы там дело хорошо и все. Ну, или как уж делать, ничего не знаю. Ну, да. То есть, ну, да, долго просто. Мне это, короче, ну, и что? Ну, ничего, блин, просто отвори уже. А в чем проблема-то? Ну, я не маленький просто. Ну, или маленький, какая-то нахер разница. Ну, ты видишь, еще одна игра. Я про этого даже не знал. Хорошо, что-то вот, интересно, мне важно это, да. Какой-то переписывочный проект. Интересное повлияние. На себя же описывается, да. Достаточно. Этот проект должен дать новый импульс при развитии крестьянских хозяйств. Среди слушателей школы немало молодых. Тех, кто решил стать фермером еще во время учебы, будем. Ну, я хочу получить знания, которые смогу потом применить на практике и усовершенствовать свое хозяйство и развитие. В региональном сельхозе отмечают, что у местных фермеров много интересных проектов и идей, чтобы их было проще воплощать в жизнь и организован этот образовательный проект. Экономика, планирование, основы законодательства, необходимые для сельских предпринимателей, знания будут давать преподаватели сельхозакадемии. Запланирован и спецкурс от эрсканского специалистов. У нас в этой программе два дня будут посвящены ознакомлению о развитии сыроделия и мясного скотоводства на примере в Германии. Неплохой пример, почему бы и нет. В принципе, коллеги готовы будут рассказать о, так скажем, современных направлениях, которые сегодня существуют на территории Евросоюза. Нет, ты понимаешь? То есть, а зачем? То есть, ты о чем говоришь, что вообще, да, я понял. Ну да, да, и потом слишком резкие, да, я понял. Ну ладно. Теоретические занятия, как в очной форме, так и онлайн. Кроме того, предусмотрена практика на ведущих площадках. По данным специалистов, роль фермерских хозяйств в российском АПК стабильно растет. Организаторы рассчитывают, что благодаря образовательной программе в будущем появятся дополнительные рабочие места и новые бренды. Занятия в школе фермеры сегодня начались в 15 регионах страны. Среди желающих стать студентами сотни человек. Самому старшему 72 года. Образовательный курс рассчитан на 256 часов. По окончании слушатели получат сертификат и такие необходимые сегодня знания. Ирина Кропичева, Артем Пушин, Вести, Удмуртия. И как раз сегодня в Ижевске началась яркая зима, ярмарка выставочного центра Удмуртия. Здесь все лучше от российских и местных производителей. Разносолые свежие овощи от заяловских фермеров, домашние буженины и мясные рулеты из Воткинского и Воложского районов. Медовые коллекции привезли пчеловоды из Башкирии, Удмуртии и Алтая. Рыбные деликатесы доставили с Камчатки, отборные фрукты, специи и сыры из южных регионов. Все это сделает предстоящий праздник ярким и вкусным. Здесь можно найти оригинальные подарки. К 8 марта участники ярмарки привезли букеты из мыла, авторские украшения и сувениры ручной работы для детей и взрослых. А еще у посетителей будет возможность поучаствовать в розыгрыше полезных призов. Ярмарка «Яркая зима» будет работать у семейного гипермаркета на улице Молодежной до конца недели. А уже завтра в Удмуртии откроются 27-е сельские зимние игры. Они пройдут без ограничений, но зрители должны иметь при себе маски. Волновались организаторы только за проведение лыжных гонок, но синоптики их успокоили. Так что эти старты состоятся, правда, не утром, а днем. Сегодня в борьбу за награду уже вступили баскетболистки. В четверг будут шахматы, шашки, палеотлон и, конечно, церемония открытия. Все соревнования пройдут в штатном режиме. Это 9 видов спорта, 29 комплектов наград будет разыграно в этот год. Ну и что касается спортивной программы, то последние изменения в распоряжении 27 РД об ограничительных мероприятиях позволили нам включить в состав семейных команд и детей. В Овожский район приехали более тысячи атлетов, детям и взрослым есть. Из-за того, что в Абаруси из лучших спортсменов будет сформирована сборная республики, которая поедет на всероссийские сельские зимние игры. Они пройдут в Перми в середине марта. А вот сегодня в столице Удмуртия состязались фигуристы. Началась традиционная ижевская снежинка. Первыми на лёд вышли самые юные фигуристы. В республику приехали более сотни спортсменов со всей России, рассказывает Евгения Пушкарёва. Со стороны кажется, всё легко и просто, но за каждым элементом дни, недели и даже годы тренировок. Фигуристами фигуристков от 5 лет, и все их движения усудены в рандаше. После все ошибки разберут с тренерами. Киеве банивы в вопросах покоряются, то есть первая победа. Клифф, долчок и спираль на тренировках не получились. Но на турнире все неудачи остались позади. Я Аксинька учу, 5 лет. А его учат либо 6, либо 6, либо учат. По метам российских соревнований ижевская снежинка и небольшой открытый турнир. Но даже здесь жёсткая конкуренция. Екатеринбург, Челябинский грант. 130 фигуристов приехали за новыми спортивными разрядами и праздниками. Дети занимаются, они ходят, тренируются каждый день. Достаточно тяжело. И время у нас такое, то в 6 утра мы катаемся, то поздно вечером. И поэтому для них вот это как конечный результат. Они ждут соревнований, им нравится, участвуют. Красиво платье. Красиво платье и Василиса Мышкина из Пермского края. Дома готовилась к турниру на открытом катке. Поэтому для неё выход на ижевский лёд уже событие. Врачей недолго учила. Очень сальхов у меня раньше получался. А потом летом перестал получаться. Уже тоже получилось. Ну вот там получился, а сальхов лидерный метод. Получилось, конечно, не у всех, но впереди новые турниры. А завтра эти спортсмены будут зрителями. На лёд выйдут более опытные фигуристы. Евгения Пушкарёва, Алексей Крылов. Вести Удмуртия. Это всё на сегодня. Оставайтесь на канале Россия. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выходить из положения. 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 Выходить из положения.